Помогите заплатить за коммуналку. Все больше жителей прифронтового Мариуполя обращаются в управление социальной защиты с желанием оформить субсидии. Чиновники говорят, что сейчас условия получения так называемых скидок на оплату коммунальных услуг могут получить гораздо больше людей. Мол, рамки расширены, условия стали проще и подача документов быстрее. Мы проверили, так ли это. Почти половина мариупольских семей вынуждены оформлять субсидии. Городские власти обещают, что сейчас этот процесс станет проще. Из документов следует только оформить заявление и декларацию. Можно посчитать, исходя из доходов каждого члена семьи за 2015 год, вставить формулу, в которую входит также еще прожиточный минимум на одного человека и определить необходимый, вернее, необходимый, а обязательно для себя платеж. Декларацию заявления на получение субсидии можно заполнить в районном управлении социальной защиты населения или даже прислать по почте. Допустим, я заявитель, я прихожу, чтобы заполнить заявление и декларацию. В принципе, все, что мне нужно иметь с собой, это все данные моих членов семьи, которые прописаны, зарегистрированы в моем жилье. Мне нужно иметь желательно с собой, или можно, если дважды приходить, то можно дома заполнить. Нужно иметь с собой все квитанции за какой-нибудь последний месяц, в которых мы увидим лицевые счета каждого предприятия, то есть это Горгаз, жилищное коммунальное предприятие и так далее. Там есть такая графа лицевой счет, его нужно тоже заполнить, вот здесь номер особого рахунка, это лицевой счет. Название организации и в примечаниях мы также обязательно указываем счетчики или отсутствие счетчиков. То есть, если у вас дома счетчик, то это одна методика расчета, если у вас счетчик отсутствует, то другая. Теперь, чтобы заполнить декларацию, не надо рассчитывать заработную плату. С начала отопительного сезона на субсидию могут претендовать все семьи, где доход за прошлый год составил менее 7-8 тысяч на человека. В декларации, если говорится о доходах, если нужно было раньше указывать ваши доходы, и это тоже служило поводом для того, что там забыли или неправильно посчитали, то сейчас необходимо указать ваше место работы и написать заработную плату. Если примерно 3-4 тысячи на человека, то если это трехкомнатная квартира, то субсидия уже возможна. Чтобы уменьшить очереди в управлении соцзащиты населения Центрального района, обещают оборудовать два дополнительных кабинета, чтобы люди могли оформить субсидию в течение 10 дней. Сейчас ждать приходится больше, пока некоторые люди ждут оформления субсидии более полугода. Некоторые мариупольцы считают субсидией чуть ли не единственной возможностью оплатить коммунальные услуги, поэтому оформить помощь от государства желающих много.